Мы видим не предметы, а образы, симуляторы этих предметов остаются в наших руках. Неживая Альбертина или неживая реальная Россия. Видите, я скачу произвольно, казалось бы, с одной области на совершенно другую. Но просто я хочу, чтобы и я сам научился, и вы тоже вместе со мной научились бы так мыслить. Это и называется в паблейку видеть небо в чашечке цветка. В малом видеть большое. Или в одном видеть совершенно другое. Или одинаковую структуру. Ведь чашечка цветка это не небо, это другой предмет. А вот способен ли я в чашечке цветка увидеть с ней? Например, в законах, по которым протекает нелюбовная страсть, увидеть и законы, по которым протекают некоторые социальные явления. Поэтому я говорю, в руках остается не Альбертина, а запись или графика просто объектов, которые набили мне душу. Или не Россия, а образ России. Ну, скажем так, у Достоевского и у многих, которые верили в какое-то особое духовное, великое призвание русского народа и совершенно не видели действительного. То есть того, который очень большой легкостью разгромил свои собственные церкви. Потому что по законам социальным квазирелигиозная религия, квазирелигиозная энергия, которая сначала была, собиралась под куполами церкви, потом была собрана, она же, под другими знаками и силами. Легко переключилось. И именно в этом переключении, скажем, родился образ Сталина. Без понимания законов, по которым работает вот эта квазирелигиозная энергия, нельзя понять этого явления. И причем оно тоже произошло, не требуя на это времени. Поскольку миллионы Сталина в один миг возникали во всех точках российского государства, поэтому собирающий их в себе и отражающий их образ родился в Кремле. И этому не надо было учиться, не надо было этот опыт распространять. Это везде вмиг спонтанированно, спонтанировало. То есть реальность или другое складывается мгновенно. и остановка сомнения означает остановку чего? Ну, самой сути сомнения. А суть сомнения состоит в том, что сомнение есть выделение чего-то, что есть и уникально само и действует само высвобожденное высвобожденное из любых наших представлений и связей, которые все подвергаются сомнению. И которые все сомнительны. это само я называл другими словами раньше невербальным присутствием самого себя. В некой уникальной незаместимой и несводимой точке происходит какой-то невербальный опыт. И чтобы он развернулся, нужно его высвободить актом сомнения высвободить из всех человеческих связей, которые на него наложены. На мое переживание того, что в действительности я могу получить из точки Альбертины, наложено хаос моих представлений, разденный моей эгоистической страстью или эгоистическим желанием обладать Альбертины. Альбертины, м Продолжение следует...